Широкомасштабная программа у рамках года гестрочной памяти реализуется на Гродненщине. Особая роль в ее межах отведена освятенским и творчим мероприемством. У приватности тыдень дитячей книги, який стартовал в области, у переда день початку весновых школьных каникулов, станет особливо насыщенным на тематичные подеи и акции. Первое шерогу великое свято для маленьких читачов, присвеченное знакомству с народными ляльками и цацками по мотивах казочных героев. Образ их с белорусской культурой и традициями. Тематичная импреза отримала назву «Ляльки возить карагод». Основной посыл нашего сегодняшнего мероприятия – это кукла в культуре белорусского народа и других славянских народов. Кукла-оберег издревле считалась защитницей. Были игровые куклы, были обрядовые. Именно об этом мы сегодня хотим рассказать тоже нашим детям в рамках праздника недели детской и юношеской книги. Например, есть такая кукла-кубышка-травница, куда раньше наши предки наполняли ее душистой травой. И эта кукла призывала к здоровью, к здоровому образу жизни способствовала. Были куклы, которые делались на счастье, на рождение ребенка, пеленашка, например. Тягом ты дня дмысловые мероприемства будут сладиться во всех гродзенских библиотеках. Это литературные конкурсы и викторины, экскурсии и квесты, презентации и встречи с письменниками. И безумовно, праздуси акций пройдет тема исторической памяти. Тыдень «Дитячая книга» в Гродне проводится что год и пропадает на период весновых каникул у школьников. Все это заслуженное от пашинок, от вуроков и хатника задание будет должиться с 28-го соковика по 5-го красовика. Когда у нас начинаются каникулы, я чаще всего читаю книжки про Винни-Поха, потому что они очень интересные. Ищущая там очень милый. Я теперь читаю более взрослые книжки. Это Карлсон. И мне очень нравится вот эта сказка.